Комфортная жизнь это не только просторная квартира, а еще и продуманная инфраструктура района и стоянка рядом с домом. Свежие идеи, как сделать столицу красивой и удобной, есть у молодых архитекторов. Выпускники архитектурного института на этой неделе защищали дипломные проекты. Преподаватели Мархи говорят, идеи, которые рождаются у студентов, иной раз неожиданным образом притворяются в жизнь. Полина Ермолаева познакомилась с самыми смелыми проектами. Они очень волнуются, отвечая на каверзные вопросы дипломной комиссии, но свою градостроительную позицию так или иначе отстаивают. Еще что мне совершенно непонятно, все пытаются застроить как можно плотнее центр Москвы. Это очень плохо с градостроительной точки зрения, особенно когда есть такие территории, огромные, совершенно ничем не занятые. Ничем не занятые территории – столичные промзоны. Их реконструкция – градостроительный тренд сезона. Александра Ушакова взялась за районы Карачарова и Гриворонова. От заводов жилые кварталы отделила парками и общественными пространствами. Экология у молодых вообще под особым контролем. Еще транспорт. Новые дороги строить собираются с учетом старых проблем. Во всех дипломах первостепенное значение мы отводим решение транспортных проблем. Иногда это фантастические решения, иногда это решения, которые могут быть осуществлены только через 10-20 лет. Но тем не менее думать надо об этом сегодня. Думать сегодня строить лет через 20. Архитекторы со стажем, они же преподаватели, признаются на студентах, проверяют теории, в которых сомневаются. Если у молодых получится, можно внедрять. Был, кстати, такой случай. Я немножко вампирю, потому что некоторые вещи, которые они еще не до конца поняли, я начинаю понимать, что они должны быть внедрены. Как пример, такие понятия, как северные раканы, они родились именно через дипломы. А разве плохая идея выноса вокзалов из центра. Еще идея объединить вокзалы, например, Курский с Павелецким, в точке пересечения железнодорожных путей. Другой актуальный вопрос, что построить на месте завода серп и молот, который собираются выводить за пределы города. Ольга Хованская там проектирует выставочный центр и добавляет жилые кварталы, потому что офисов и так хватает. Сейчас, да, не проектируется с большим количеством парковочных мест, однако вот жилые кварталы, например, у нас ставятся вообще вне всякой инфраструктуры. То есть там только экономическая выгода, а человеку там на самом деле потом неуютно. Вот предложение о превращении Южного речного порта в жилой квартал. Есть и другое решение для того же района строительства комплекса зданий для Министерства по чрезвычайным ситуациям. Получилось такое, даже некое гнездо, из которого выходит такой-то объем высокий. Какой-то космический проект, совсем уж невероятный, вздыхали преподаватели. Оценили на четверку и тут же вспомнили, как сбывались самые смелые студенческие мечты. Как только была построена гостиница «Россия», в течение 20-30 лет все студенты ее сносили. В конце концов ее снесли. Все дипломные проекты исполнены, конечно, на профессиональном уровне, но не построятся никогда, не принято. Хотя градостроительные решения вполне рациональные и очень даже для человека комфортные. Этажей мало, парка мест и деревьев много. Если время и прочие объективные факторы не заставят архитекторов забыть о своих юношеских идеалах, есть шанс, что лет через 30, а может 20, лицо нашего города станет более дружелюбным. Полина Ермолаева, Алексай Кольщук и Всеволод Савичев. Вести. Москва.